Здравствуйте, уважаемые зрители. На прошлой неделе в Бишкеке был снесен музей Памфиловской дивизии. И в ответ к этому российская телеведущая Тина Кадиллаки обвинила власти Кыргызстана в русофобии, потому что они, получая какие-то выгоды или деньги от Запада, пошли по стопам Украины, Армении и Казахстана. И сейчас топчет память людей, которые защищали когда-то Советский Союз. В ответ на это глава службы информационной политики аппарата президента ДРБ Кормбеков тоже ответил. И это вызвало большой общественный резонанс в социальных сетях. Мы сегодня будем говорить об этом, насколько это музей был значим, можно ли было его свести, является ли это актом русофобии. Для этого у нас в гостях гражданский активист Урмад Шанбай Фурмад. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы посмотрели ваши обращения к Тине Кадиллаки. И вот можно будет коротко еще раз пересказать, в чем она не права, когда она говорит, что Кыргызстан занимается, в принципе, русофобией, когда сносят такие здания исторические. Знаете, это уже просто не первый раз, когда Тине Кадиллаки вмешивается в дела Кыргызстана внутренние. До этого, где-то, может быть, пару-три месяца назад, когда в Кыргызстане-Бишкеке стали говорить о переименовании районов Бишкека, советских названий на наши какие-то современные, Тине Кадиллаки тогда тоже мешала и сказала, что это декоммунизация, десоветизация, которая происходит в Кыргызстане, добро для Кыргызстана не кончится, что мы повторим судьбу Украины, то есть, ну, грубо говоря, она угрожала Кыргызстану вторжением российских войск, так же, как это произошло в Украине. И, то есть, если брать процесс советизации и декоммунизации, то в той же России было очень много переименовано названий городов, улиц, станции метро и так далее, то есть, в самой России происходит процесс десоветизации, декоммунизации, но когда эти процессы происходят в постсоветских странах, почему-то нам за счет нельзя менять это, а России можно. То есть, такие пропагандисты, как Тине Кадиллаки, они сейчас в России и так находятся в незавидном положении, да, международном? То есть, там, санкции, там, те же самые спортсмены на Олимпиаду поедут, да, без российского флага. То есть, идет полная изоляция в мире, поэтому Россия еще умудряется ссориться даже с теми странами, которые продолжают еще поддерживать контакты с Россией. И вот это вот имперское мышление этих пропагандистов российских, вообще в целом, тех людей, которые находятся во власти, может быть, да, в России, оно настолько сильное, что оно даже, они, получается, делают вещи во вред себе. То есть, находясь в очень невыгодном положении, как бы, во внешней политике, да, они продолжают умудряться портить отношения, там, с Казахстаном, с Кыргызстаном, угрожают Казахстану вторжением, нам угрожают вторжением, там, не знаю, каким-то другим странам. В общем, я вот, честно говоря, не знаю, для чего это все не делают. То есть, если бы там сидели адекватные люди, они должны были понимать, что, как бы, они сейчас не в том положении, чтобы делать это. Но они продолжают наступать на одни и те же грабли. Для чего это делается, я не понимаю, просто это полнейший бред. И, скажем, с МОЗ музея Памфилова, на самом деле, вот я, коренной бешкетчанин, я не знаю, где он находится, я никогда там не был. Вы там были? Нет. Вот я просто не знаю людей, которые там были. Я даже не знаю людей, которые знали, что есть такой музей. Ну, даже если брать во внимание тот факт, что там здание имело историческую ценность и так далее, то такие вопросы должны решать мы сами. То есть, кто такая Тинная Канделакина? Главный редактор Матч-ТВ там или чего там. В общем, коммуна такая, что вообще высказывается на процесс, который происходит внутри Кыргыстана. То есть, они когда сносят там памятники к культуре в России, значит, все молчат. А как только у нас что-то подобное происходит, то почему-то российская журналистка диктует нам, что делать. Это полнейший вред. Мы сами должны разобраться, мы сами разберемся, что сносить, что не сносить, что имеет ценность, что не имеет ценность. В данном случае, я как бы, насчет сноса парка Панфила у меня нет такой четкой точки зрения. То есть, я как бы, не знаю, стоило ли это делать, не стоило. Но у меня возмущен тот факт, что в наши внутренние дела вмешиваются те на Канделаке вообще. Причем это происходит уже не первый раз. Как вы оцениваете ответ главы информационной, главы службы информационной политики президента Дайрбекова-Румбекова, который, у него были очень хорошие месседжи, учитывая того, что он сказал, Кыргызстан – независимое, суверенное государство, которое решает свои внутренние дела самостоятельно. Но при этом также это было как-то тоже странно, чтобы доказать это, что в Кыргызстане нет русофобии. И как-то, я не знаю, как-то оправдываться перед ней, он пригласил ее в Кыргызстан. Как вы к этому относитесь? Это тоже какой-то очень странный ответ получился. Я, знаете, вот я вам честно признаюсь, я даже не читал обращение у Румбекова от Тины Канделаки. То есть меня возмутил просто сам факт того, что Тина Канделаки вмешиваются в наши дела. Потому что я уже не первый раз отвечаю на подобные ее сообщения, поэтому я даже не интересуюсь тем, кто, что я ей отвечаю. И я на данном случае, например, вы мне сейчас рассказываете, я об этом первый раз слышал, что он ей ответил. Я даже не читал этого. То есть я просто как гражданин Кыргызстана, я посчитал своим долгом ответить ей. А то, что он приглашает ее в Кыргызстан, ну это вообще полнейший бред. Ее, на мой взгляд, надо делать персоной нон-грата, таким людям не место в Кыргызстане. Мы как бы не должны сохранять чувство собственного достоинства, потому что если мы будем приглашать людей, которые угрожают нам вторжением, то это полнейший бред вообще. Я понимаю, что как бы дипломатия дипломатия, но как бы у всего есть пределы. То есть таких людей не близко нельзя подпускать к Кыргызстану. И делать какие-то там, прям запрет на въезд, чтобы в дальнейшем другим не повадить. В дальнейшем, если какие-то граждане России будут позволять себе подобные вещи, они должны понимать, что в Кыргызстане дорога будет закрыта. Поэтому приглашать ее, ну это неправильно, однозначно. И вот, я бы сказал, что по поводу, вот она также в своем сообщении объединила Кыргызстан в русофобии, в том, что там касательно русского языка и так далее. Знаете, вот опять вот, все, что делает Россия, это двойные стандарты. То есть сейчас мы видим, какие жесткие меры принимаются в отношении наших мигрантов в России. Каждый день. Вот у меня есть несколько телеграм-каналов российских. И там практически каждый день в каждом регионе России запрещают мигрантам работать в одной сфере, в другой сфере. То есть там, по сути, уже не остается каких-то выгодных профессий, где мигранты могут работать. И ладно, там запрещают работать, это одно, но они, получается, уже пока в рекомендательной форме мигрантам запрещают общаться на своем языке. Даже не то, что общаться, а шептаться на своем языке. То есть то, что они творят вообще, я не знаю, это в крайней степени всех видов ксенофобии, то, что происходит в России. Но при этом от нас они требуют, чтобы мы, опять-таки, то есть сами, не то, что запрещают, то есть они уже унижают человеческое достоинство, представители других национальностей. А от нас требуют, чтобы мы создавали все условия для русскоговорящего у нас в стране. То есть просто, я не знаю вообще, куда они смотрят вообще и на что они рассчитывают. То есть они, получается, по-хански относятся к нам, но при этом требуют к себе хорошего отношения. Даже абсолютно неадекватные вещи делают. А как вы думаете, какие выводы должны делать власти Кыргызстана, которые постоянно потакают каким-то таким заявлением со стороны не только Кандалаки, но мы видели, что депутаты Госдумы разного уровня чиновники Российской Федерации, они всегда таким образом влияют на какие-то решения, указывают или в унизительном тоне говорят о Кыргызстане. И не только о Кыргызстане, мы часто слышим, как они говорят по отношению к другим странам Центральной Азии тоже. В этом случае какие выводы должны сделать и на дипломатическом уровне как должно решаться, на стратегическом, может быть, внешней политике, как должно меняться? Мы должны понимать, что вторжение в Украину предшествует подобному. Например, такая же обработка населения российского, когда они объединяли Украину в том, что там запрещают русский язык, там он как-то неуважительно относится к памятникам Великой Отечественной войны. То есть, по сути, тут по шаблону идет такая же обработка, то есть подготовка населения в России. То есть, может быть, вторжения как такового и не будет, но, по крайней мере, они тем самым посылают нам сигнал, что, ребята, вы там делайте все, что мы говорим, забудьте про свою независимость. А если вы не будете делать все под нашу диктовку, то вас ждет судьба Украины. И я об этом не раз говорил, всегда меня обвиняли в том, что даже когда началось вторжение в Украину, в тот день мы поехали, получается, к посольству Украины, выразили по отношению к Украине солидарность, тогда в интервью «Кактус» я сказал, что все вот эти претензии, которые будут предъявлены Украине перед вторжением, они абсолютно отзиркли. То есть, те же самые претензии они могут предъявить нам. То есть, они говорили, что Украина – это незаконное государство, они неправильно делились, то есть, абсолютно все претензии, которые предъявлялись к Украине, они с таким же успехом могут быть предъявлены нам. И наши политики должны понимать, что это звоночек, и они должны предпринимать все меры для того, чтобы не допустить вот этого вторжения. То есть, заключать, может, какие-то военные союзы с теми же странами, тюркскими, с Турцией, как сейчас. То есть, какие-то заключать военные союзы, которые бы не дали возможности России вторгнуться на территорию Кыргызстана. А тот же самый УДКБ, но это абсолютно такой политический союз, он никакой пользы для Кыргызстана не несет, потому что внутри этого союза, получается, один союзник нападает на другого, и при этом все остальные молчат. То есть, все вот эти союзы, которые там с Россией, там тот же самый таможенный союз, там ОДКБ, это все носит такой, знаете, неравноправный характер. То есть, как бы Россия, ну все на бумаге пишется, что якобы мы все имеем равные права, но на самом деле все происходит по диктовку России. То есть, по сути, и уже не раз, получается, от российских политиков, мы слышали, что их конечной целью является возрождение Советского Союза. То есть, по сути, уже они это даже не скрывают, понимаете? Они открытым текстом говорят, мы будем возрождать Советский Союз. И меня удивляет, что наши политики как бы не предпринимают каких-то действий, для того чтобы этого не произошло. То есть, мы как бы пожили 33 года как независимая страна, и мы поняли все прелести того, что все прелести независимости, да? И ни в коем случае мы не собираем... Ну, как я уже, как гражданин Кыргызстана, который прожил в независимом Кыргызстане, для меня даже будет очень большой трагедии, если, не дай бог, подобное произойдет. Мы понимаем, что те же самые... Никакого ни экономического блага, ни какие благ, скажем, вхождение в состав России не несет, потому что те же самые российские регионы, они просто нищие все, да? Там все уходит в Москву, и по уровню жизни, мне кажется, даже Кыргызстан опережает многие эти российские регионы. И те люди, которые надеются на то, что если мы вдруг обойдем состав России, что у нас там жизнь улучшится, это 100% так не будет, будет еще хуже, мы будем пушечным мясом вот в этих имперских каких-то амбициях Российской Федерации. То есть если... Мы видим, да, как вот эти малые народы России первым делом отправляют на мясорубку Украину. Если, не дай бог, мы станем частью России, то мы просто станем инструментом в руках вот этих имперских каких-то завоевательных амбиций России. А при этом еще одна тема, которую хотелось поговорить, о том, что вот Тина Конолаки, в принципе, это тот человек, который делал какое-то заявление, которого не обязательно должны обсуждать в Кыргызстане, да? Можно так говорить, ну, кто, в принципе, человек просто журналист, главный редактор какого-то телевидения или еще что-то, медиа-сообщество, да? Но при этом мы обсуждаем это на серьезных шахт, начиная там глава, там, какого-то отдела аппарата президента, да? Это говорит о том, что мы до сих пор находимся в ареоле информационной политики России. И как вы думаете, что надо предпринимать, чтобы мы уже и информационно, потому что как бы, насколько бы мы ни старались, ни говорили, но пока они будут говорить, что вот так сделаем, вот так сделаем, у вас могут считать судьба Украины. Это на людей как-то действует. Что надо делать? Как надо обезопасить себя в информационном поле для Кыргызстана? Ну, мы должны понимать, что в России нет независимой журналистики. То есть Тина Кандалаки, это как бы говорящая голова, да, по сути? И она не может подобные вещи говорить, не согласовывая там с верхушкой своей, да? Поэтому все, что говорит Тина Кандалаки, можно сказать, что это посыл от российской власти. И, ну, во-первых, это уже как бы нам угрожает вторжение не только Тина Кандалаки убежал, но и депутаты из Бождуна, получается. Вполне такие представители российской власти, да, как бы полноценные. Для того, чтобы... Ну, наша власть, во-первых, должна понимать, что как бы они там не пытались угодить России, они никогда не будут своими для них. Потому что если вдруг сегодня как бы ветер там подует в другую сторону, то они с таким же успехом, как вот они там отказались, вернее, не отказались, а перестали там контактировать с Джеймбеком, с таким же успехом перестанут контактировать и с ними, да? И, как мы знаем, вообще в целом представители российской власти не любят тех людей, которые пришли во власть такими методами, да, как пришли, скажем, тот же самый Пашинян, да, Никола Пашиняна почему не любит? Потому что он пришел на волоне народных протестов. То же самое наши представители во власть должны понимать, что там таких людей не любят и что рано им, как бы, когда я с ним в будущем придет какое-то время такое, что их с таким же успехом поменяет на других людей, да, как бы никто не будет там за них заступаться или там предоставлять им какое-то убежище, да? Поэтому они должны понимать, что заигрывать с российской власть тоже нельзя, надо отстаивать интересы Кыргызстана, потому что всегда наши правители должны как бы в качестве защитников рассматривать свой народ, да, то есть в первую очередь кроме народа их никто не защитит. То есть если вдруг там маятник качается в другую сторону, то они должны понимать, что российские политики просто посмеются и скажут, ну вот как пришли, так и ушли, да, типа. А в первую очередь наша власть должна понимать, что она должна слышать свой народ, слышать его там, какие-то чаяния, да, там не пропускать мимо ушей то, что происходит в училище среди людей и там идти навстречу. Поэтому в информационном поле мы должны понимать, что вот эти вот российские телеканалы, ну это пропаганда 24 часа, да, 24 часа, да, 24 часа, и с этим вот что-то надо делать, потому что это действительно угрожает национальной безопасности. Они промывают мозги не только своим гражданам, но и нашим гражданам. Поэтому и в любую момент, вот скажем, когда было, помните, вторжение Таджикистана в Кыргызстан, когда вот Рахман напал, да, на Кыргызстан, и тогда я помню, вот на передаче Соловьева он обвинял Кыргызстан во вторжении в Таджикистан. То есть получается, мы должны понимать, что в любой момент вот эта вот российская пропаганда, может, вся ее мощь может быть направлена на наших тех же властимущих, да, против Кыргызстан. И поэтому они должны понимать, что информационная безопасность, это тоже немаловажно, и что-то с этим надо делать, потому что потихоньку как-то отказываться, я не знаю, от этих российских каналов, потому что, я говорю, там посмотришь, неделю, если вот посидишь, посмотришь российский канал, вот эти ток-шоу, да, то там даже самый такой адекватный человек превратится в зомби, да, который будет там соглашаться со всем, что говорят по этим каналам. Еще один момент, когда касается отношений между Кыргызстаном и Россией, это то, что всегда рычагом давления со стороны Кремля на Бишкек является, это то, что они всегда используют ситуацию с мигрантами, да, мы до этого тоже видели, как и после взрывов в Москве тоже видели, как они относятся к мигрантам, вы это тоже упоминали, как то, что теперь не только разговаривать, но и считаться запрещено на своем языке, да, как вы думаете, что вот в этой ситуации, мне кажется, общество тоже должно, но не только государство, как свою политику, да, общество тоже должно меняться, и как вы думаете, каким образом мы можем сами отойти от этой зависимости, от России, когда дело касается мигрантов? Ну, на самом деле, знаете, вот мы должны понимать вообще, что в мире вообще в целом человечество умирает, да, по сути, вот нам раньше, как мы помните, буквально 10-20 лет назад, мы думали, что там места не хватит людям на земле, да, но сейчас получается, во всем мире идет такая тенденция, что количество людей сокращается, даже в тех странах, где традиционно была высокая рождаемость, рождаемость падает, и это говорит о том, что буквально, даже не в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе будет борьба за трудовые ресурсы, очень большая, то есть, и вот даже сейчас мы видим, на примере, скажем, наших мигрантов, которые возвращаются в Кыргызстан, потом часть из них едет на заработки в Великобританию, в Европу и так далее, то есть в Чехию, и мы не должны бояться того, что наших мигрантов вышли, потому что, во-первых, в России из-за этих санкций, из-за мировой изоляции, в целом, нашим мигрантам уже будет невыгодно работать, вот нестабильный курс рубля, то есть мы, в любой момент он может оброшиться, там, в два раза, да, как это было, в 2014 году, потом в 2022 году, то есть, в первую очередь, для людей, которые едут на заработки, нужна стабильность, я должен понимать, что их деньги завтра не обесценятся, и, вот даже сейчас мы, вот я недавно смотрел статистику, что, в принципе, уже в России приток мигрантов упал, значительно, причем Узбекистан, который раньше был номер один, по поставке мигрантов, там, в Россию, сейчас они, сейчас мигрантов из Узбекистана приезжают даже меньше, чем из Кыргызстана, и, с удовольствием, мигрантов, узбекских принимают, там, в Южной Корее, то есть, они уже переключились, по сути, на Южную Корее, там зарплата в разы больше, и мы должны понимать, что уже в России не в том положении, знаете, чтобы диктовать нам, по сути, мы уже должны диктовать России, скажем, потому что, благодаря нашим мигрантам, российская экономика развивалась, если бы их не было, то она не росла бы такими темпами, как нулевые годы, в любом случае, любой рост экономики, может сопровождаться достатком рабочей силы. Те же самые Соединенные Штаты, почему они, скажем, на 100% не закрывают границу с Мексикой, потому что они понимают, что постоянно необходим приток рабочей силы, увеличение насилия, потому что, в целом, среди коренных американцев рождаемость падает, а за счет мигрантов она повышается, поэтому, для того, чтобы оставаться лидером в мире, надо постоянно, чтобы трудовые ресурсы, был приток трудовых ресурсов. Та же самая Европа, Германия, сейчас они тоже приезжают в страны Центральной Азии, заключают договора на опознанное, чтобы предоставлять квоты для наших мигрантов, и с каждым годом эта ситуация будет усугубляться для людей, для стран, у которых не хватает рабочей силы, поэтому мы не должны бояться того, что Россия выгоден всех наших мигрантов, наоборот, мы должны понимать, что Россия не самое привлекательное место для того, чтобы зарабатывать деньги. для того, чтобы отправлять их там на родину. Я, например, знаю, у меня на самом деле уже там мера процентов 80 моих знакомых все в Соединенных Штатах Америки, они переехали туда, и те деньги, которые они отправляют домой сюда, те суммы, они сопоставимы с теми суммами, которые управляют наши мигранты из России. У меня один хороший мой знакомый уехал, получается, работал 8 лет в Москве, там на разных работах получается, он один, абсолютно один, то есть у него нет семьи, некому отсылать даже деньги, он чисто работал на себя. И он говорит, я за 8 лет заработал там 2000 долларов, кое-как накопил 2000 долларов. А недавно вот он, получается, попал в Соединенных Штатах Америки и за 2 месяца, даже не за 45 дней, он накопил там порядка 4000 долларов. И вот он говорит, вот зачем я мучился 8 лет в России, когда я мог за один месяц заработать те же деньги, которые заработал в России за 8 лет. То есть мы должны понимать, что Россия далеко не самое привлекательное место для мигрантов, поэтому и в дальнейшем те страны, которые являются поставщиками рабочей силы, они уже будут диктовать страны, которые нуждаются в рабочей силе, они уже будут там выбирать, куда ехать, куда не ехать. Поэтому это на самом деле все произойдет в ближайшем перспективе, поэтому не надо бояться, уже наших мигрантов меньше в России, и это не сильно сказывается на нашей экономике. У нас время приходит контор, и, наверное, последний вопрос про то, к сожалению, то, что во время выборов, во время президентских, парламентских, мы всегда видим, что кыргызстанские политики летят в Кремль для того, чтобы получить бота или благословление со стороны Кремля, и они этим гордятся, говорят, вот мы уже с Кремлем договорились, что мы войдем в этот Джо-Горг или еще что-то. Для того, чтобы достичь истинного суверенитета именно политического и состояться как политическая нация, независимая политическая нация, как должна меняться и политика, и политика, по Вашему мнению? Ну, знаете, на самом деле после начала войны в Украине международный авторитет России очень сильно упал. Должно понимать, что вообще любой политик, это такой очень чуткий человек, который там держит нос по ветру, и сегодня там самый близкий друг России, и завтра может оказаться там самым ярым ее противником. поэтому в целом мы должны понимать, что на мой взгляд почему одна из причин почему Россия развела войну, потому что еще осталось то поколение, которое рассматривает Россию, как вот они вспоминают свою молодость, когда они были составят Советского Союза, и все, естественно, эти годы кажутся для ними такими радужными, что все было прекрасно, и благодаря этому получается в постсоветских странах еще есть поддержка Российской Федерации, среди населения и так далее, и соответственно наши политики тоже как бы понимают, что электорат там симпатизирует Россию, они как бы показывают свою пророссийскую позицию, но с каждым годом ситуация получается улучшается для Кыргызстана в плане независимости, потому что молодежь уже мысли совершается совсем по-другому, молодежь росла в независимом Кыргызстане, и уже там она не строит какие-то таких воспоминаний красивых, а по молодости и так далее, и вообще в целом из-за этой войны Россия очень сильно растеряла свой жирный авторитет, те же самые материальные ресурсы, благодаря которым они там подкупали политиков, предоставляли большие суммы денег и так далее, все это будет сокращаться, и конечно еще там ближайшие 5-10 лет может быть эхом еще будет отдаваться влияние России и так далее, но это все дело времени, со временем на мой взгляд влияние России будет сильно снижаться, и поэтому я думаю на этот счет тоже переживать не надо, все образуется, все как бы там все будет хорошо, на мой взгляд, все это просто дело времени. Спасибо большое, уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали заявление российской телевизорщики Кандалаки о том, что Кыргызстан занимается русофобией, тем, что сносит музей Памфиловской дивизии в Пешкеке, у нас были официальные ответы со стороны Дайрбекова, Румбекова, и гражданские активисты тоже на это обсуждение подключились, и мы сегодня с гражданским активистом Урматом Джанбаевым обсуждали этот вопрос, спасибо большое, что вы пришли, ведущая я, Перезадь Сайперхан, до следующих встреч.